Добрый вечер! На интере в прямом эфире подробности обо всех важных событиях уходящего дня. В студии Владимир Андреевский. Сегодня в программе. Я вас по-нас! Я вас по-нас! Мука. Разорванные книги и голый мужчина. Страсти на презентации. Буйство триколора в Крыму. Как отметили день российского флага в Симферополе. Российско-украинская гимназия. В Киеве. Чему будут учить? 40 гектаров леса. Ви-ай-ди база отдыха вместо санатория. Как так получилось? Операция эвакуация. Амур топит. Хабаровск под ударом стихии. Культурой по бескультурью. Сегодня во время презентации книги об украинском Нострадамусе на сцене летнего театра состоялся целый спектакль. Огромные облака муки, разорванные книги и плакаты. Именно так голый мужчина защищал честь женского движения фэмен. Почему сами девушки ничего об этом не знают и как они относятся к автору книги? Подробнее Антонина Морогли. Валерий Орел презентует свою книгу о своем закадычном друге украинском Нострадамусе Владимире Бондаренко. Малочисленная публика уже начала скучать, но, как оказалось, недолго. Кулек с мукой попадает просто в цель. Драку заказали. Это люди, которые врут. Им нельзя верить ни слова. Они специально лгут и все. И все. Малчим. Малчим. Девушкин. Писатели решили расширить культурные горизонты для голого парня. Не получилось. Вам подарить книжечку, уважаемый? Оказывается, все дело в этой книге. В нескольких строчках. Женя Довлатов пришел защищать честь женской организации FEMIN. Себя называют ее прототипом. FEMIN-мен. Я не буду читать. Я согласен. Я не прописал, что мы занимаемся порнографией, что мы сволочи, скоты. Сами FEMIN-девушки ни сном, ни духом о происходящем. Даже отказываются на камеру комментировать мелкую потасовку в свою честь. Но говорят, мужчин в женской организации нет и быть не может. Этот парень, насколько я знаю, из того, что я видела, он сумасшедший. По поводу Бондаренко, я знаю, что это очень живопродажный человек. Цирк. То есть это один циркач изстроил какое-то шоу у другого циркача. Спектакль окончен. О нем напоминает только разорванная книга и рассыпанная мука. Но, как оказалось, у мизан сцены неожиданная развязка. Украинский Ностердамус не смог предвидеть, что во время драки у него украдут телефон. Уже завтра он пойдет писать заявление в милицию. Занавес. Антонина Моровди, Максим Соколик. Подробности. Телеканал Интер. Российский актер Алексей Панин, известный буйным нравом, снова в центре скандала. В Алуште он попал в ДТП, избил таксиста и оскорбил крымских татар. Автомобиль, в котором находился Панин при подъеме на горку, скатился на ехавшую позади машину такси. Панин набросился на водителя и обвинил его, мол, тот умышленно ударил его иномарку, чтобы заработать деньги. Вот что говорил актер сразу после события в интервью прессе. Но сегодня Алексей Панин уже оправдывается. Вот что он нам рассказал в телефонном интервью. Я сказал не про какую-то нацию в целом. Я сказал про конкретных людей. У меня в городе Москва, где я живу, огромное количество быдла, сейчас это перевернули, что я оскорбил весь татарский народ. В милицию никто из участников инцидента не обращался. Но все же там открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений. А глава Меджлиса Мустафа Джамилев считает, что Панин своим поведением оскорбил всех крымских татар и требует от милиции разобраться. Для нас главное важно, какие высказывания были в адрес крымских татар. Потому что именно татарин, вы же знаете, что они такие наглые. Я этому татарину морду дал. Это провоцирование, собственно говоря, межнационального конфликта. В Украине теперь можно получить российский аттестат зрелости. 1 сентября в Киеве начнет работу Российско-Украинская гуманитарная гимназия. А открытие школ с совместным учебным процессом предусмотрено меморандумом, подписанным между министерствами образования двух стран. Когда подобная школа откроется в России, пока неизвестно. Гимназию в деталях рассмотрела Ольга Клюева. Ученикам этой гимназии придется штурмовать сразу две вершины знаний по двум программам. Такой учебный гибрид специально для этой школы разработали Министерство образования Украины и России. Я рассматриваю это как очень серьезный, может быть отчасти символический жест в плане укрепления наших российско-украинских взаимоотношений. Мультимедийные классы, музыкальные комнаты, Олимпийский бассейн. Школа построена на деньги российских инвесторов. Наша задача была, чтобы дать хорошее образование, иметь возможность на территории Украины, иметь хорошую школу, которая, как я сказал, имеет вот эту изюминку, возможность получить также в дополнение к украинскому аттестату о среднем образовании, российский аттестат о среднем образовании, иметь возможность подставить в вузы Российской Федерации. Треть педагогического коллектива этой гимназии граждане Российской Федерации. Мы, конечно, проанализовали программу Российской Федерации, проанализовали программу стандарта света «Наш». И вчителям, сидели вчителям, проанализовавшись в программу, мы вышли на то, что потребна только школа полного дня, чтобы мы вышли и выполнили стандарты света Украины, и выполнили также стандарты света России. За все это родителям придется выложить 4000 гривен в месяц. Для одаренных, вполне вероятно, обучение может быть бесплатным. Азаров надеется на ответное открытие в Москве подобной российско-украинской школы. Пока что ни проекта, ни благотворителей, ни финансов с украинской стороны нет. Ольга Клюева, Евгений Сокун. Подробности телеканал Интер. Торговой войны между Россией и Украиной нет. Так украинская сторона отреагировала на высказывания Сергея Глазева. Вчера советник президента Путина пригрозил, Россия отменит режим свободной торговли с Украиной, если Киев подпишет соглашение об ассоциации с ЕС. Наш представитель в Евразийской экономической комиссии объясняет, делая такие заявления или останавливая фуры на границе, Россия не пытается силой втянуть Украину в таможенный союз. Скорее готовится видеть ее одной ногой в Европе, другой в таможенном союзе. Здесь вопрос не торговой войны. Здесь вопрос, конечно, урегулирования работы таможни. Но если россияне действительно провели такую инспекторскую проверку эффективности своих служб, не исключено, что они перейдут на другой режим контроля, такой усиленный, для борьбы с возможным реэкспортом товаров. Напомню, неделю назад на границе российские таможенники тщательно и долго проверяли фуры, идущие из Украины. Сейчас столь пристального внимания к нашим перевозчикам уже нет, заявляют в Миндоходов и сборов. Как нет и таких очередей на границе. Сегодня же Владимир Путин на совещании в Ростове-на-Донос заявил, цитирую, «Если наши соседи пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, тогда странам таможенного союза придется подумать о защитных мерах». Конец цитаты. И сегодня же госсекретарь США Джон Керри сделал заявление от имени президента Америки, сказал, «Мы решительно поддерживаем исполнение Украины условий ЕС для подписания соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите в ноябре». Европа требует от Сирии допустить инспекторов ООН в пригород Дамаска Гута, который подвергся химической атаке. Об этом сегодня заявили главные дипломаты стран Еврозоны на экстренном заседании в Брюсселе. Тщательно расследовать обстоятельства трагедии призвали в украинском МИДе. Напомню, вчера вследствие применения правительственными войсками химического оружия погибло более тысячи человек, среди них женщины и дети. Об этом заявила оппозиция. Она и продемонстрировала шокирующее видео. Однако у военных экспертов появились сомнения в подлинности кадров, на которых изображены люди, отравившиеся за Рином. Безличность – место, в котором это происходит. То, что на съемках показано поражение детей, поражение граждан каким-то сильно действующим отравляющим веществом, это не сомненно. Но сказать, что это происходит в Сирии, сказать, что это происходит в Дамаске, сказать, что это происходит еще где-то конкретно, но я бы не дал такую стопроцентную ряду. Западные эксперты тоже гадают, какой газ был применен и кем. Официальный Дамаск уже опроверг информацию о якобы применении химического оружия, но пока не допустил экспертов он в ГУТУ. Два горняка погибли под обвалом породы на шахте Открытого акционерного общества Покровская в Донецкой области. Это произошло вчера в 17 часов. Причины аварии выясняются. Из-за трагического случая накануне Дня шахтера были внесены изменения в программу торжественных мероприятий в Донецке. Сегодня город посетил президент Украины. Подробнее Ирина Исаченко. Торжественно, но без концерта. Из-за аварии на шахте Покровская, которая произошла вчера вечером и унесла жизни двух горняков, всеукраинское собрание, посвященное Дню шахтера, прошло по сокращенному варианту. Без танцев и песен. Первым делом президент отправился в часовню святой великомученицы Варвары на панихиду по горнякам. Дальше общение с народом, а в драм-театре Виктор Янукович начал свою речь так. Предлагаю почтить память горняков, не вернувшихся из-за боя. Минутой молчания. В своем выступлении президент несколько раз подчеркнул, самое главное это безопасность. Задача государства обеспечить максимальную безопасность горняков. Это первая и главная цель любых технологических нововведений и решений руководителей угольной отрасли. Высоким званием Герой Украины президент наградил пятерых шахтеров. Сегодня у горняков самые высокие зарплаты в промышленности, средняя 5,5 тысяч гривен. Таких вот, скажем, моего возраста единицы. Молодежи очень много, и тут молодцы работают. Президент пообещал, до конца следующего года в Украине будет завершена приватизация шахт. Перспективные закрываться не будут. И перемены коснутся не только угольной отрасли. Долгие годы мы пытались обойтись легким текущим ремонтом. Как говорят, подкрасить, подбелить, подлатать или, говорят, подмазать. Рано или поздно нам нужно было начинать капитальный ремонт. Модернизация страны – путь непростой, признал президент, но его нужно пройти. Ирина Исаченко, Олег Подоприхин, подробности телеканал Интер, Донецк. Зажги свечу памяти. Впервые акция ко дню памяти работников органов внутренних дел погибших при исполнении служебных обязанностей прошла по всей Украине. Свечи зажгли в каждом городском и районном отделении милиции. В Киеве возложили цветы у стен Национальной академии внутренних дел. Почтить память коллег пришли ветераны МВД и семьи погибших правоохранителей. Артур Артурович, потому что папу звали Артуром. И после смерти, после его гибели, ровно через 22 дня я его родила. Очень я заваривала его туда не идти, сказал, что я пойду, я буду как папа, я добьюсь цели. За годы независимости при выполнении служебных обязанностей погибли 1016 сотрудников милиции. В Симферополе десяток машин с российскими флагами устроили дефиле по городу. Так пророссийские организации отметили День флага Федерации накануне другого торжества, Дня флага Украины. Многие жители Симферополя акцию так и не заметили, но Елена Механик видела все от А до Я. Машины с флагами по городу кружатся, с тихим шепотом только приезжие косятся. Коренных жителей этим не удивишь, российская символика тут не в диковинку. Большой российский праздник отмечают в узком крымском кругу. Триколор и на машинах, и на груди. Перед стартом лирическое отступление. Главу пророссийской парторганизации накануне торжества посетила муза. Красно-синий-белый флаг. Знамя государства. Мы желаем вам всех благ и земного царства. И вот уже кортеж мчится по улицам крымской столицы. На кольцах авто с триколором наматывают круги и сигналят, что есть мочи. И уже не понять, или это политпиар, или свадьба. Ясность вносят сами участники. Надо проводить акции и испанского флага, и китайского. Это просто люди как-то... Это не столько политика, сколько просто хотят провести время, обратить на себя внимание. Но то ли горожане оказались на редкость невнимательными, то ли акция скоропостижной. Симферопольцы так и не поняли, а был ли праздник. Автоколонны ездят по Симферополу, вы не видели? Нет, не заметила, честно говоря. Нет, не видел. Не видели? Нет, к сожалению. А, нет, девушка, не видели, честно. Сами же авторы реализации своей затеи остались довольны. Говорят, каждый год 22 августа вместе с политрузьями ходят в автопробег. И изменять традиции не собираются. Тем, кому она не по душе, флаг в руки. У нас нет никаких антагонизмов. Но если есть там пару полудурков, то, извините, они везде есть. У нас все прекрасно. Оппоненты пророссийских политперсонажей в Крыму в меньшинстве, но не в обиде. То, что отбивается за тем, вот этот примус до любови, до России, мы же знаем, кто занимается примусением до любви. Сутенеры. Ну, пробачьте, но это так. За очный обмен любезностями так и остался за глаза, так как одни уже отпраздновали, а другие только собираются отмечать день другого флага, украинского. Завтра. Елена Михайник, Виталий Зитковский, подробности, телеканал Интер. Железнодорожная авария в Луганской области. Подробности далее, кроме того, вы увидите. Кровавая атака акулы. Девушка погибла. Белгородский стрелок. Сколько лет присудят? Кем удивляют в Киевском зоопарке? Спешите видеть. Объединились ради единого кандидата в президенты. Во всеукраинском объединении Батькивщина готовы раствориться молодежный фронт ЗМИ, Народный рух, партия реформы и порядок. Главная задача не выборы в столице, а президентские в 2015-м, а парламентские в 2017-м пока молчат. Единым кандидатом на пост главы государства молодые оппозиционеры видят названную старшими товарищами по партии Юлию Тимошенко. И тут же не против, чтобы в первом туре конкуренцию ей составили все три лидера оппозиции. Это Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тегнебов. Он не может мобилизовать электорат. Арсений Петрович, он очевидно достойный кандидат на президента Украины, но это другие вопросы, оно не стоит сейчас на порядке Дену. Юлия Тимошенко, соответственно, к Конституции, может быть высунута кандидатом в президенты Украины. Молодые оппозиционеры приняли решение объединиться спустя два месяца после своих старших товарищей. В начале лета в Батькивщину влились реформы порядок, народный рух, а вот с фронтовиками до сих пор не совсем понятно. Тревожная ситуация в районе областного центра Хабаровск. Большая вода от Комсомольска-на-Амуре идет как раз туда. Уровень в реке ежедневно бьет свои же рекорды. Ливни не прекращаются. В зоне стихийного бедствия подтоплено уже более 600 домов. С места событий Геннадий Вивденко. Уровень воды в Амуре превысил отметку в 7 метров. Такого здесь вообще никогда не видели. И вот тучи, которые хмуро ходят над рекой, не предвещают ничего хорошего. По данным гидрологов, вода будет только прибывать. И военные спешно укрепляют дамбу. Хабаровск будто готовится к штурму врага. 800 мотострелков, танкистов, разведчиков Дальневосточного военного округа отражают натиск большой воды. К утру надо 20 тысяч мешков с песком разложить вдоль набережной. Поток уже накрыл пляж. Набережная – часть парка культуры. Любимое место отдыха горожан. Теперь она охраняется и огорожена лентами. Сотрудники парка крепят пленку на ограждение. Не то паводок нанесет мусора. Но любовь Вышинская больше беспокоится о местных крестьянах. Их дома уже затопило. Ожидается спад очень медленный. А в зависимости от температуры, вдруг морозы, где-то после сентября. И многие плачут. Вот их жалко. Елена опасается перебоев с подвозом продуктов. Дороги вокруг начинает перерезать разлив. Мне сказали, вот детскую воду покупали, которая 18 рублей стоила. Сегодня 35 в центре. Впрочем, пока главным образом стараются спасти лицо города. Под строительной сеткой на Амурском утесе смотровая площадка. Главная достопримечательность Хабаровска. Чтобы Амур ее не унес с собой, вдоль набережной устанавливают две баржи. После завтажной баржи, вторую подвезут, вторую ставим. И утес будет защищен, в принципе, по нашим расчетам. Люди охотно идут волонтеры. Правда, не обошлось без инцидентов. Один житель области утащил мешки из общей дамбы для защиты собственного огорода. Первый замгубернатора едва ли не до утра собирается следить за постройкой дамбы высотой в полтора метра. Паники никакой нет. Все все понимают. Конечно, не без этого. Паводок он как в реке, так и в людях. Много всплывает всякого разного. Новая жизнь в зоне бедствия. Российские информагентства сообщили, что в соседнем еврейском автономном округе родилась девочка прямо в эвакуационном лагере. Впрочем, в Хабаровске уже говорят о массовой эвакуации. Наводнение продолжает наступать. Вода понемногу забирается на набережную имени адмирала Невельского. Ее главного удара в Хабаровске ожидают через два дня. Тогда уровень реки достигнет почти 8 метров выше нормы. Геннадий Вивданк и Виталий Коваленко. Подробности российское бюро телеканала Интер из Хабаровска. Мощный тайфун Траме обрушился на Тайвань. Жители прибрежных городов и поселков эвакуировали. Тропический шторм принес на острова ураганный ветер и проливные дожди. За сутки выпала двухнедельная норма осадков. Чтобы не допустить подтопления территории, через плотину спустили паводковые воды. За удивительным зрелищем пришли понаблюдать несколько десятков смельчаков. В Луганской области перевернулись 12 грузовых вагонов. Авария произошла во время формирования состава. Видимо, машинист не рассчитал скорость и толкнул вагоны. Они покатились. Семь были с углем. Разогнавшись, по словам очевидцев, до 100 километров состав буквально пролетел несколько станций. Железнодорожные службы пытались остановить вагоны. Но не удалось. В результате они сошлись с рельсов и превратились в кучу металлолома. Вместо детского санатория элитная база отдыха. В организации такой аферы прокуратура подозревает бывшего главу Черкасской районной администрации Ивана Полудня. В 2009 году чиновник передал в частные руки почти 40 гектаров леса на берегу Днепра. Подробности в сюжете Станислава Кухарчука. Еще 4 года назад почти 40 гектаров первоклассного леса за этим забором были государственной собственностью. Но волею районного чиновника территория моментально стала частной. Теперь тут закрытая база отдыха на живописном берегу Днепра и только для ВИП-персон. Михаил Харченко живет в селе по соседству с комплексом. Говорит, после того как базу выкупили, местным в лес дорога закрыта. Там отдыхает только элита. Люди там, то налогоинспекция, то милиция, может что-то такие. Все там перекрыто, там ничего нет, туда не зайдут. Нам все же удалось попасть за забор. В советские годы здесь был известный на всю страну детский санаторий Светанок. Его корпуса пока еще остались. Но нынешние хозяева развернули новую стройку. Намывают берег, ремонтируют набережную. Кто эти хозяева, узнать у персонала не удалось. Говорить отказываются на отрез. Чи приватная власть, чи державная, вы не имеете права снимать. Ну а с этой территорией приватная власть? Не знаю. А вот так живет бывший глава Черкасского района Иван Полудень. Именно он отдал частной руки земли санатория. Сейчас экс-чиновник под домашним арестом. С прессой не общается. Без ничего. Буквально там хвилинку. Черкасская прокуратура установила. Через суд чиновник вывел эти земли из состава природоохранной зоны. А затем изменил их целевое назначение. Этими землями, согласно законодательству, мог распоряжаться только Табинет Министров Украины. Глава администрации таких правований не имел. Сейчас полудню вменяют превышение служебных полномочий. По предварительным подсчетам он нанес государству ущерб почти в 3,5 миллиона гривен. Прокуратуре говорят, отсудить санаторий участников будет легче, если удастся доказать вину бывшего чиновника. Но вот докажут ли? Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкассы. Последнее слово белгородского стрелка. Суд поставил точку в деле Сергея Помазуна. 22 апреля он совершил разбойное нападение на оружейный магазин и открыл огонь по прохожим. Погибли 6 человек, в том числе двое детей. Сегодня его последнее слово слышала Светлана Шекера. Дело белгородского стрелка суд рассмотрел предельно быстро. На опрос шести десятков свидетелей, экспертизы и прения ушло всего несколько недель. И сегодня, спустя ровно три месяца со дня кровавого расстрела, суд готов огласить приговор Сергею Помазуну. Его, Небритого и Взъерошенного заводят в зал суда. Помазун сквозь бронированное стекло кивает и ухмыляется. Убийцы шести человек дают сказать последнее слово. Стрельба не по моей инициативе началась. Ну и все, в принципе. Прошу не наказывать сроком пожизненным, а 25 лет. И в который раз настаивает, планировал лишь разбойное нападение на оружейный магазин. А стрелять в детей на улице начал после того, как его вывел из себя прохожий, которого принял за полицейского. Впервые за все время процесса родные погибших взорвались от возмущения. Только пожизненные ему. И пусть ни мама, ни родственники не умоляют. Ни нас, ни прощения не просят. Он вполне нормальный. Единственное, он озлобленный, избалованный. Людей за людей не считают. Если бы можно было в суд просить, чтобы ему назначили расстрел, мы бы были только за. В версию о невменяемости, которую так искусно разыгрывал Сергей Помазун, в суд не поверил. Его полную адекватность доказала экспертиза. А рассказы о войне в Чечне, где якобы и пострадала его юношеская психика, оказались не больше, чем выдумкой. Помазун не смог назвать даже фамилии своего командира. Оглашается приговор. Приговор именем Российской Федерации, город Белых, 22 августа 2013 года. Рабочего времени не хватило, чтобы зачитать все обвинения. Продолжат завтра. Скорее всего, суд поддержит требования прокурора и даст убийце пожизненное. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Белгород. Дорога к морю на капремонте. 70 километров трассы Киев-Одесса вблизи столицы дорожники практически прокладывают заново. Говорят, к 2015-му этот участок будет не узнать. Счет, потраченным на ремонт деньгам, идет на миллиарды. Но долго ли прослужит пока еще свежий асфальт? Чем хвастались чиновники, а что рассказывали неохотно, знает Людмила Горбач. Стенды, чиновники и придорожная пыль ремонтируют трассу Киев-Одесса. За пластмассовыми отбойниками с грохотом проносятся машины. Приходится вслушиваться, как дорожники хвастаются мегастройкой. Вартие робит по скорости для ремонта 71-25 километра 2 миллиарда 260 миллионов евро. На все про все полтора года. Трасса без проблем должна прослужить не меньше 10 лет. Такую гарантию дает подрядчик. Только у заказчиков уверенности, похоже, маловато. Я майже в ПМИ. Эту же дорогу вот так с размахом ремонтировали в 2003-2007. Дорожники оправдываются. С каждым годом машин все больше. Полотно не выдерживает. Дело не в количестве автомобилей, а в совести ремонтников, говорят эксперты. Эта дорога должна была прослужить до 2025 года. Приблизительно, да? Но, как мы видим, она в 2010 году, не прослужив и 5 лет, в нормальном состоянии, пришла в негодность. А еще Виктор Медведь считает, слишком дорогая дорога получается. Судя по стоимости, это вовсе не ремонт, а прокладывание полотна с нуля. Цена дороги практически в 4 раза дороже. То есть она должна быть какой-то сверхдорогой. То есть можно за эти деньги, в принципе, две дороги построить. А будет еще дороже, ведь строят в кредит. Только вот под какой процент у банкиров деньги взяты, дорожники вспомнить не могут. Читкие відсотки по кредитной станции я вам зараз не зможу сказать. Рабочие берут в оборот очередной участок Киев-Одессы. Выстраивают пластмассовые отбойники и идут обедать. Водители ворчат, изредка сигналят и буквально проталкиваются навстречу. Мы пытаемся, не пытаемся, а работаем ночами. Для того, чтобы немножко людям дать возможность выезжать и заезжать в город Киев нормально. Накануне Дни независимости дорожники обещают вообще на работу не выходить. Прикинули, желающих умчаться на юг на три дня выходных будет немало. Людмила Горбач, Валентин Берич и Гарри Антонюк. Подробности телеканал Интер. Киевская область. Акулы атакуют. На Гавайях 20-летняя девушка умерла через неделю после укуса хищницы. Об этом и других интересных международных событиях Светлана Чернецкая с обзором. После нападения акулы скончалась немецкая туристка. 20-летняя девушка приехала на Гавайи заниматься серфингом. Акула откусила ей руку по плечо. Крик девушки люди услышали с 45-метрового расстояния. Неделя в реанимации в крайне тяжелом состоянии. И сегодня девушки не стало. Это уже восьмое нападение акул на Гавайях в нынешнем году. Экс-президента Египта Хосни Мубарака освободили из тюрьмы, но оставили под арестом. Домашним. Сам политик болен. Его на вертолете перевезли в военный госпиталь. Там он и будет ожидать решения по делу о расстреле демонстрантов во время революции в 2011-м. В конце прошлого года суд уже приговорил Мубарака к пожизненному заключению. Но адвокаты добились отмены вердикта. Зебра цветов радуги посольства России в Осло получила послание от сексуальных меньшинств. За ночь пешеходный переход у здания амбассады стал разноцветным. Таков протест против принятого Госдумой закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Радушный флаг во всем мире известен как символ гей-движения за свои права. Ранее зебру у российского посольства раскрасили в Стокгольме. Американский солдат Брэдли Мэнинг, отдававший секретную информацию Викилик, спросит считать его женщиной. Только вчера суд приговорил его к 35 годам заключения за шпионаж, кражу и мошенничество. А сегодня он требует называть его женским именем Челси. Говорит, с детства ощущал себя девочкой и в тюрьме намерен принимать гормоны. Мария Шарапова пропустит чемпионат США по теннису из-за травмы плеча. 26-летняя российская спортсменка хотела красочно появиться на турнире US Open. Прилетела в Нью-Йорк и даже успела прорекламировать свою продукцию сладости под названием Шугарпова. От английского sugar, сахар. Планировала даже изменить фамилию на соревнованиях. Не Шарапова, а Шугарпова. Но не получилось. Пылесос для ограбления. Оригинальный способ вытянуть деньги из торгового автомата придумали двое американцев. Уже немолодые Тодд и Скотт. Ночью подъехали к одной из автомоек города Солт-Лейк-Сити. Подключили к монетоприемнику мощный пылесос. И высосали несколько сотен монет номиналом 25 центов. Но мужчинам не повезло. Их увидел полицейский и тут же задержал. Светлана Чернецкая, Анна Боль. Подробности телеканал Интер. В киевском зоопарке пополнение. Причем отнюдь не экзотическое. Полюбоваться зовут украинскими лесными рыжими муравьями. Два месяца разрабатывали для них специальную диету. А теперь думают, как защитить насекомых от птиц и морозов. Алена Центила наблюдала, как осваиваются новички. Рыжих муравьев для киевского зоопарка собирали в лесу. Далеко не ходили. Прямо в Киеве наловили пять тысяч. Сам муравейник по дороге рассыпался. Так что новый дом крохам придется строить самим. Чтобы муравьи не разбежались, их окружили настоящим бетонным вольером. И даже наполнили ров водой. Первых муравьев здесь заселили четыре года назад. Но они то ли замерзли, то ли убежали, говорит Оксана Мороз. На новое переселение потратили две тысячи гривен. Это просто редкостный вид. Если будут отводки молодых мурашников, у них на весне руиня, то мы будем их спокойно отводить в природу. Пока же муравьи обживаются и отъедаются. В меню яичные желтки, фрукты, овощи, сверчки и тля. Они сгодились только на лесовых комах и на разные виды сверкуни. От лабораторных комах они категорично отводились. Они им пахнут и вообще не так. Больше всего любят яблоки. В зоопарке уверены, маленькие трудяги тут нужны. Достатньо одного показового мурашника. Работать просто много мурашников было бы просто недоценно. Выкликало бы усмех, мабуть, у наших видовачей. У посетителей муравейник вызывает противоречивое чувство. Ну, муравьев можно увидеть везде, но здесь можно понаблюдать интереснее птички. А этой паре, чтобы насмотреться на муравьев, хватило нескольких секунд. Муравьи это круто вообще. Ну, не начекало. Но автор идеи уверена, муравьиная ферма найдет своих почитателей и уже мечтает поселить в зоопарке шмелей. Алена Центила, Максим Соколик. Подробности телеканал Интер. Это все, о чем мы успели рассказать. Желаю хорошего завершения дня. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!